Магнитогорский школьник выиграл путевку на Северный полюс. Возможность совершить путешествие на одном из самых больших атомных ледоколов в мире получил ученик многопрофильного лицея при МГТУ Максим Шепелев. Он победил в интеллектуальном проекте «Ледокол знаний». Наша съемочная группа встретилась с девятиклассником накануне экспедиции и узнала, чего ожидает Максим от поездки. Я даже об этом не мечтал, потому что путешествие на Северный полюс в таком возрасте, мне сейчас 15 лет, это все равно, что в космос полететь, то есть это невообразимое что-то. Максим Шепелев делится эмоциями. Буквально через пару дней после этого интервью девятиклассник отправился, пожалуй, в одно из самых увлекательных и необычных путешествий в своей жизни – на Северный полюс. Полностью с программой нас, конечно, еще не познакомили, это будет узнаваться в процессе экспедиции, то есть нам оставили какую-то интригу еще. Могу сказать то, что я уже знаю. 15 августа мы заходим на борт как раз-таки ледокола. На ледоколе мы будем ходить, ледоколы не плывут, они ходят, мы будем ходить девять дней. Половину туда, половину обратно до Северного полюса. У нас будет маршрут Мурманск, земля Франции, Осипа, Северный полюс и обратно. Уникальную возможность побывать на одном из самых больших в мире атомных ледоколов и познакомиться с красотой Арктики Максим получил благодаря своим знаниям. Он принял участие в интеллектуальном проекте, о котором рассказала классный руководитель на одном из школьных занятий. Такую путевку мог выиграть абсолютно любой ученик нашей страны. Почему? Потому что именно с сентября 2022 года был запущен огромный проект «Разговор о важном», где классный руководитель каждую неделю в понедельник первым уроком ведет беседу с детьми именно на те темы, которые и им интересны, и интересны вообще в нашем государстве. И получается, что 24 октября «Разговор о важном» был посвящен именно атомной энергетике, где в подготовленной презентации был QR-код, по которому можно было пройти, проверить свои знания и очутиться на Северном полюсе. Для победы в проекте Максим успешно преодолел два этапа. Сначала прошел тестирование на различные темы от экологии до квантовой физики, потом выполнил практическую часть, снял видеоролик на тему роль ученого в современном мире. Ученые в современном мире несут огромную роль как для природы, так и для человечества. Полярники решают проблемы таяния ледников и глобального потепления. Химки создают новые вещества, которые открывают дверь в прогресс. Экологи, в свою очередь, спасают планету, а физики придумывают новые технологии. Захожу, в списки смотрю, а я прошел. У меня была такая бурная реакция. Ну, не передать этого словами, какие у меня были эмоции. Очень сильно радовался. Экспедиция станет ярким завершением летних каникул. Они для Максима выдались насыщенными. Сначала поездка во Владивосток, во Всероссийский детский центр «Океан». Потом отдых на Крымском побережье в Артеке. Максим с седьмого класса обучается в лицее. И с этого класса у нас и начались все поездки. Потому что учителя заинтересованы в том, чтобы ребенок участвовал во всех конкурсах. И этим летом у меня ребенок бесплатно отдыхал в всероссийских лагерях. Сам выиграл все эти путевки. Поэтому мы им очень гордимся. В экспедицию отправится более 80 одаренных детей из разных регионов страны. Челябинскую область будут представлять Максим Шепелев из Магнитогорска и Маргарита Кошенова из Южноуральска. Всю поездку их будет сопровождать флаг Челябинской области. Его накануне поездки школьникам передала первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт. Флаг бывалый. Он уже ходил ранее. Потому что это не первая экспедиция. Она была еще в 19-м и 21-м году. Мы должны передать эстафету, тоже сфотографироваться. И потом, я думаю, через год передадим этот флаг другим ребятам. Все яркие моменты девятиклассник планирует запечатлеть на телефон. А после поездки поделиться ими, в том числе с нашей съемочной группой. Юлия Черешнева, Ольга Аникина, Владимир Ровенский, телекомпания ТВИН.